Больше 8 тысяч часов коропотливой работы, год на сборы и обработку информации. Ещё 6 месяцев на курсирование по регионам страны. «Волжская ракада. Трудовой подвиг народа» — это передвижной выставочный проект. В его основу легли уникальные исторические документы. Среди них редкие оригинальные экземпляры. Доступ к информации предоставили сразу несколько старейших архивов. Экспозицию посвятили 80-летию открытия железнодорожной линии. Это была уникальная стратегическая железная дорога периода Великой Отечественной войны. Её протяжённость составила более 976 километров. А вместе с разъездами, станционными путями, эта протяжённость превысила даже тысячу километров. В условиях войны это очень серьёзная цифра, поскольку вообще за всю Великую Отечественную войну было построено не более 10 тысяч километров рельсового полотна. То есть одна десятая всего этого строительства как раз была отправлена на Волжскую ракаду. Её, в свою очередь, построили всего за несколько месяцев. От Сталинграда до Свияжска, через Саратов, Сызрани, Ульяновск. Участок между двумя последними городами возводили обычные люди — сельчане. Это около 15 тысяч человек. Перебиваться приходилось куском хлеба. Ежедневная пайка — 800 граммов. И это лишь одна крупица большой истории. Чтобы она не канула в лету, с проектом знакомят людей в разных уголках страны. Презентацию проекта мы начали в марте месяце в Ульяновске. Затем в мае мы посетили Волгоград. Решили начать именно с него, как город-герой, ради которого и строилась Волжская ракада. Благодаря помощи музея-заповедника «Сталинградская битва», выставку, которую согласился принять на своих площадях выставочных, её посетило более 60 тысяч человек. Мы даже не ожидали такого большого количества посетителей. Затем выставку представили в Саратове, в Казани. До конца ноября Волжская ракада доберётся до Самары. На этом проект смело можно будет считать завершённым. Но экспозиция продолжит свою работу. На этот раз уже в муниципальных учреждениях области. Александра Никитина, Юрий Конихин, Управда ТВ.